еще раз всем здравствуйте мои уважаемые коллеги любители истории мы продолжаем с вами и завершаем курс такой летний который направлен на изучение может быть другой истории все это время мы с вами говорили об экономической истории политической истории но жизнь обыденная ежедневная она строится не только из вот этих вот политических каких-то процессов которые влияют на нее естественно но еще и из внутренних процессов вот один из этих процессов всего лишь один из этих процессов мы с вами захватили хотя не два по-моему да мы захватили мы говорили с вами о том как относились к деткам к имени словам вот первое наше летнее такое занятие было и завершаем с вами тем что характерно для детства в любую эпоху в любой цивилизации в любом обществе это конечно же досуг игр развлечения вот и направить в предыдущем занятии мы с вами обозначили как строилась жизнь детей в царских детей в царских семьях и просмотрели и проговорили о том какие игрушки были например да у детей царей чем они играли забавлялись и хочется сказать что вот к нашей теме как раз помните мы говорили о том что было найдено очень много вот таких мячиков да у детей и я немножечко хочу поделиться как раз по чуть-чуть включу информацию из вот археологии вот в городе псков где я нахожусь это северо-запад россия это недалеко от санкт-петербурга недалеко от прибалтики здесь вся земля это можно сказать связано с историей каждый кусочек земли здесь что-то было ну и в принципе как и во многих других регионов и прежде чем проводить какое-то строительство в таких местах обычно проводятся археологические изыскания вот в городе прежде чем что-то строить да работают археологи вскрывают культурные слои и практически в центре города вскрывалась часть городища и как раз часть городища которая относилась к 17 веку и вот к нашей теме буквально прям вот очень вовремя пришла эта информация была найдена куча игрушек вот прям куча игрушек она все они были собраны очень близко лежали и среди вот этих игрушек как вы думаете какое основное средство увеселения было найдено представляете мячики мячики которые были сделаны из кусочков кожи они были набиты конским волосом или стенам травой набивали если попроще и после таких находок когда находят археологи какие-то артефакты ученые историки уже делают выводы о том что это могло быть какие игры играли и так далее мячки найдены разных диаметрах от маленьких до больших фактически футбольных мячей и предположения были какие что в основном эти игрушки использовались для игр примерно такие же как и сейчас тот же футбол попинать ногами да командная игра тот же хоккей на траве возможно потому что были найдены еще другие инструменты напоминающие такие как длинные плюшки наверное да современного хоккея а как будто длинные палки причем были найдены не сами палки мы еще поговорим с вами об археологии да что в каких то каком грунте сохраняется да и возможно ли найти например в сухом грунте в песке в глине те самые как раз вот деревянные какие-то предметы сразу наперед забегу и скажу что в сухом грунте в песке и в глине найти деревянные остатки тканевые остатки нереально невозможно потому что в таком грунте очень большой доступ кислорода и все это предлагается все что найдено деревянное все что найдено сохранением ткани это все мокрый сырой грунт правило это болотистая местность или это измененные русской реки может быть да или подземные воды то есть то место куда заливается вода как ни странно вода является природным консервантом для таких вещей так вот по поводу мячиков да найдено было большое количество но вот здесь вот тканевые мячики и здесь мячики уже царей из династии романовых ну фактически 17 век да которым я тоже говорю почему кожаные мячики опять-таки по поводу того из чего были сделаны те или иные мечи можно судить вот опять помните вы говорили о том играли ли дети прошлых предыдущей эпохи да и были ли такие как ну игры игры прям и на самом деле мы по моему об этом тоже с вами говорили да что дети учились смотря на своих родителей чем они занимались да что делали взрослые и дети подражают подражание как раз и происходит развитие многих навыков вот себя если ты хочешь что-то сказать ты поднимай руку да чтобы я видела вот и вот эти мячики тканевые они делались из остатков из кусочков остатков тканей которая шла на наряды лоскуты кожаные казалось бы да почему кожу пускали на простые игрушки например на те же мячики а потому что когда дальше стали копать то скрылось что рядышком оказывается находилась кожаное производство кожаное или кожевиное простите неправильно сказала кожевиное производство и льняное производство и следующая мастерская так скажем да была дерево обрабатывающая мастерская и конечно же в любом производстве взрослым есть какие-то остатки да какой-то брак может быть и так далее и вот эти вот кусочки они как правило выбрасывались за пределы мастерской и их подбирали для того чтобы делать дальше вот пускать вход данные игрушки на те же и вот этих из этих кусочков уже делали различные игрушечки вот ну что давайте мы закончим то что мы не завершили на предыдущем занятии мы говорили остановились на царской семье на царской семье последних романовых вот цесаревич алексей например тоже давайте о нем поговорим очень интересный у него был к нему был подход к его воспитанию вообще про цесаревича не так много да и говорится в истории ну потому что он естественно так и не стал императором вот и судьба его закончилась трагически да и в связи с тем что он все-таки сын последнего императора в советской историографии о нем мало было принято писать говорить и так далее но по свидетельствам опять-таки воспитатели алексея и людей которые были причастны к его воспитанию можно найти такие сведения что этот мальчик роет достаточно умным мальчиком достаточно красивым мальчиком он болел страшный такой тяжкой болезнью да она ему досталась от его бабушки от королевы виктории английской королевы вот но мальчика воспитывали в таком духе патриотизма в духе так как россия да это страна много национальная то не игрушки у него были представляли разные народности и народы так как он был больше патриотом и собственно говоря его комнату игровую заставляли в основном была она насыщена да заставлена в основном игрушками российского производства но разнообразными опять-таки представляющими все многообразие которое может встречаться не только на территории его страны да но и в мире если рассмотреть эту комнату то можно заметить что здесь есть даже индейский вигвам например на переднем плане видите индейский вигвам подскажите мне напомните каноэ на сегодня раскопки начинается очень рано вот такая штука знаете где это границы были там это люди сидели такой домик маленький вигвам да ну такой как такой домик ну кажется как для собаки домик дальше имеет ввиду который знаете красный и белый вот эта собака это была на самом деле подарок кайзеры германской империи Вильгельма второго это его был двоюродный дядь получается вот такая собака сейчас посмотрю а нет нет ее поблизости она была сделана очень качественно вот и была подарена наследнику немецким германским императором вот были опять-таки скажу разные игрушки были макеты очень много да вы видите и самолеты тут можно увидеть его и пароходы и железная дорога да потому что технологии не стояли на месте техника не стояла на месте и все вот эти усовершенствования новшества они появлялись и в игровой причем с возрастлением наследника престола менялась полностью экспозиция причем не только в резиденции в основном дворце но и в других резиденциях летних например куда приезжала царская семья на отдых и что интересно у цесаревича Алексея же было очень много сестричек да он единственный был мальчиком в семье у девочек была общая комната в которой хранились их замечательные куклы очень много кукол было у дочерей императора Николая второго потому что его супруга она сама тоже очень любила рукодельничать и приучала девочек к такому ручному труду и многие наряды для их кукол были решиты их собственными руками вот были куклы с которыми которые предназначались для выхода в свет были куклы обыденные бытовые куклы вот но опять таки большая часть наряда были сшиты их собственными руками вот из остатков лоскоповочков так еще хотела вернуться к этому слайду у Алексея было очень много настольных игр и вот среди его игр найдено ну вернее остались да эти игры и настольная игра по истории России то есть он изучал очень многие предметы в играх историческое лото вот здесь вот вы видите да и настольная игра ходилка-бродилка да по городам по памятникам культурным культурное наследие изучалось народности изучались да и конечно же в таком формате вы сами прекрасно понимаете да когда вы играете во что-то у вас лучше что-то запоминается и вот наследие престола был не исключением он учил точно так же вот истории ну про девочек я уже сказала вот был кстати вот такой шарик вы видите наверху да превращенный в принципе его можно превратить превратить и в новогоднюю игрушку елочную игрушку это сейчас ищу как называется но это шарик привезенный из японии есть такое даже искусство а темари темари он назывался называется этот шарик и сейчас кстати искусство вышивания вот этих шариков оно является отдельным производством а кто-то из рукодельниц рукодельниц превращает это в хобби и вот совершенно разные шарики такие можно сделать сделать если вы научитесь делать такие шарики темари будете знать что у вас вы такому тоже да приобщитесь к такому же искусству каким владели и девочки из императорской семьи так ну что здесь наверное мы все проговорили да игрушки как можете сделать свой вывод да неважно в какой семье расследите да в христианской семье в царской семье дети играли и на самом деле вот родители которые заботились о должном воспитании опять-таки что в христианских семьях да что в дворянских что в царских семьях считали что игра это очень важная часть жизни и вообще на самом деле когда мы говорили о находках вот этих вот игрушек по поводу семнадцатого века да с чего я начала то найдены были игрушки предназначенные не только для детей но и для взрослых использовались они как антураж для разных так сказать для разных праздников и взрослые тоже были не прочь нарядиться например вряженных каких-то да использовать какие-то инструменты и предметы не по только назначению своему да а в каких-то обрядах и так далее и можно сделать вывод собственно говоря он пришел как-то в голову этот вывод что есть такое выражение вся наша жизнь игра да и взрослые люди тоже манипулируя какими-то предметами можно тоже сказать что фактически играют в них а подрастающие люди дети смотря как манипулируют взрослые этими объектами да они точно так же учатся ими играть да пользоваться вот ну пойдемте дальше и немножечко про дворянских детей вот в дворянских семьях было немножко все по-разному и в принципе информация об этом достаточно много и во многих произведениях художественных можно найти информацию о том как разбились дети в дворянских семьях вот они тоже обязательно конечно же играли вот но здесь была такая регламентация немножечко пожестче да да Себастьер пожалуйста твоя рука в дворянские играют примерно в одинаковые игры ну тут они редкие люди ну знают такую игру редко когда играют в ее но иногда играют но все равно играют да кто-то вот и надо сказать что игры на самом деле это надо там издавать знаете звуки такие чтобы он подошел это знаете трону и тогда этот человек вышел из игры а некоторые даже это трогать его чтобы он подбежал но и так надо бегать вокруг ага понятно ну вот такие можно сказать жмурки или пятнашки по-другому да да жмурки от того что жмурится надо было закрывать глаза да один человек а другой должен был ляпнуть все правильно все правильно и вот в таких играх на самом деле такой дух командный рождается да и лидерство где-то и ну возможность взаимодействовать друг с другом и нужно сказать что такие игры играли тоже всегда и везде в любой категории да в любом ну тут я один раз знаете в школе играл но это было кажется один год назад понятно тогда знаете внутри обычно игра на улице обычно только в такую игру где с матчиком надо понятно я снова отвечу что это твердило еще раз говорю что категория игры да она была в любые времена у любых народов ну вот помимо такой игры в пятнашке в пятнашке играли опять-таки по свидетельству да и археологическому игры были разные и в зависимости от того что находят какие остатки какие артефакты да археологи а потом историки делают выводы о том во что же играют в конце концов очень много было настольных игр однозначно в игры настольные играли не только дети но и взрослые даже стражники которые стояли например на страже крепостных ворот делать было же нечего в основном да пока никто не напал пока не надо было там кого-то проверять и на каменных плитах прямо на каменных плитах высекали какие-то таблички вот есть такая древняя игра можете посмотреть может быть даже кто-то знает ее игра мельница может быть кто-то слышал там поле состоящее из трех квадратов соединенных внутри между собой различными ходиками и передвигались фишечки черные и белые ну фишечки это сейчас передвигают да раньше фишечек не было были косточки кости ага Себастьян трестики нолики нет не совсем можешь посмотреть если есть возможность я сейчас не буду переключать но я покажу ее в ходе как раз наших археологических занятий хорошо да после занятия обязательно посмотри мельница называется очень просто называется до сих пор существует и сейчас есть аналоги даже настольные вот оказывается эта игра в нее играли не только дети но и взрослые опять-таки в основном те кто был занят вот такой работой в которой есть какие-то ага ну где есть простой скажем так да когда есть свободный объект так давайте продолжим да про дворянские семьи вот в дворянских семьях как я уже сказала да был немножечко регламентирован досуг ребенка но игра конечно же была вот и например если познакомиться с художественными произведениями в том числе в них есть описание того как играли дворянские дети но можно познакомиться еще и с историографическими данными вот хочу вам прочитать например отрывок из произведения историка девятнадцатого века Егор Арсентьевич Покровский есть такой историк у него есть как раз специальная книга была написана детские игры преимущественно русские в связи с историей этнографии педагогики и гигиены вот и в ней как раз он отмечал что воспитание во многом да проходит через игру через и развитие проходит через через игры детское развитие проходит через игры но во многих значит семьях были такие представления что дети должны себя вести определенным образом и Покровский отмечал как могут негативно влиять вот такие установки воззрения сейчас прочитаю о чем он говорит в силу некоторых воззрений например быстрое порывистое движение детей во время игры признаются невозможно грубыми слишком провинциальными и мужиковатыми за душевное веселье в играх какому способны только дети о которых сложилась даже поговорка радуется как дитя считается совсем неуместным неприличным и тривиальным то есть вот в представлении представлении некоторых дворян аристократов да восемнадцатого девятнадцатого века считалось что дети должны вести себя фактически как такие воспитанные взрослые да никаких лишних движений никаких лишних эмоций вот вы здесь видите более-менее простую одежду на детках да но совсем простая одежда считалась недозволительной унижающей ребенка до степени мастерового но когда детей наряжали как кукол по модному французскому журналу таких детей нельзя было отправлять в игру потому что такая одежда только мешает свободно бегать и бороться в общем делая вывод можно сказать что опять-таки такой небольшой перегиб да был к девятнадцатому веку когда для того чтобы воспитать какие-то манеры в детках их одевали такие одежды в которых невозможно было играть и не разрешали например в лишний раз там улыбнуться например да или весело задорно посмеяться все это дело приходилось делать украдко но не все конечно придерживались таких правил и традиций были и более-менее свободные отношения так Себасин твоя рука да хотела просто сказать ну знаете в наши времена такие одежды у которых это у них сейчас короче они так хорошая одежда в те времена было как будто бы ну знаете мастера мастера университет ну да и в принципе это вот касалось то не только России на самом деле да и в Европе тоже если читать даже художественные произведения можно отметить что и мальчиков и девочек одевали как маленьких женщин и мужчин да и были пышные юбки наряды и даже в летнее в жаркое время одевали иногда по нескольку юбок конечно же было неудобно в таких нарядах бегать особенно девочкам да ну и мальчикам достаточно стабирующие такие консольчики были попробовать в них порезвить да свободно вот были свои конечно же перегибы однако что можно отметить что опять-таки возвращаясь к вопросу о чем-то общим схожим да мы говорили с вами что роль девочки и мальчика она различалась да и в крестьянских семьях например там лет двух-трех да уже дети понимали какого они пола на кого похожи и как они в соответствии с чем и с какой ролью воспитываются да и девочки секундочку одну и и вот можно так сказать что дворянских семьях тоже да воспитывали девочек в соответствии с их ролью да много кукол было естественно потому что это девочка это все-таки будущая мама будущая хозяйка и соответственно и воспитание другого мальчики это подготовка к военной службе вот и соответственно игрушки были да и мальчишки и девчачьи игрушки различные вот но что интересно я нашла такую интересную интересное дело которое как раз в 19 веке пошло в моду и в традицию не только опять таки повторюсь в России но и в Европе в том числе среди каждодневных вот таких развлечений детских вместе с учебой появилось появилось такое естественное занятие разведение комнатных растений и цветов очень модным было собирать и составлять гербай девочки вышивали цветы то есть занимались вот таких таким да цветоводством можно так сказать составляли даже бисерные какие-то композиции цветочные и рисовали зарисовывали цветы и растения то есть такой досуг был и формой отдыха с одной стороны и формой обучения вспомним да вот эти вот настольные игры которые только что говорили которые можно в которых можно изучать например ту же историю например да в игре а вот ботаник этот раз это очень ботанику как раз можно изучать вот в ходе собственно говоря выращивания наблюдения за растениями вот ну и одновременно кстати эстетический вкус тоже формировался как у мальчиков и у девочек в том числе так хочу привести вам небольшой отрывок сейчас мы посмотрим что у нас там давайте вот следующий слайд возьмем воспитание девочек опять-таки сразу видно да что девочки это девочки где присутствуют куколки танцы музыка дочки матери игра у мальчиков свои забавы надо сказать что мальчики и девочки в принципе не не только раздельно воспитывали да естественно они воспитывались и вместе да потому что общество ну невозможно разделить чисто на мужчин чисто на женщин естественно все были сообщая и вот на нижней картинке Кирочка вижу твою руку сейчас дам слово на нижней картинке это фрагмент картины рождественской здесь представлены подарки которые дарились на рождество на новый год девочкам и мальчикам да и тоже можно увидеть что дарилось в основном мальчикам все что связано с войной войнушкой да как бы сейчас сказали там лошадка сабелька а у девочек куколки шкатулочки да домики с мебелью и так далее то есть в принципе в принципе существенным образом ничего не изменилось изменился только внешний вид наверное и материалы да из которых дарят и сейчас игрушки мальчикам и девочкам Кирочка твоя рука ну вопрос а девочки они могли заниматься не куколками не нарядами а чем таки то есть условно они могли например вместо того чтобы играть в куколах играть в войнушки вместо с мальчишками конечно вон посмотри верхнюю картинку ну что там девочка стоит нет то есть типа ей вообще было параллельно на кукол то есть она смотрела ну деревяшка с ручками или стекляшка конечно ну всегда же всегда есть люди разные вообще да родители это поощряли вот еще за вопрос родители это поощряли или спасибо за вопрос можно играть в эту вещь спасибо за вопрос но естественно создавалась изначально да комната там девчачья или мальчишеская комната но родители думающие и в принципе это тоже не относится к эпохе это относится вообще в целом к уровню там развития человека да если человек думающий естественно внимательный то он будет обращать внимание на то какие увлечения например чему склонен да ребенок и многие же достижения в будущем например научное открытие да изобретение это достояние не только там мужского мира или женского мира да потому что открытия те же географические кстати да есть профессии которые считаются чисто мужскими но если в ребенке изначально поддерживаются его увлечения как ты говоришь да девочки тоже были и те которые такие боевые и сейчас есть да и мальчики есть которые более спокойные и более там активные и конечно были родители всегда мне кажется были есть и будут родители которые приглядываются к своим детям дают им возможность свободного воспитания и такие дети становятся действительно успешными и сами для себя счастливыми успешными и в будущем да в какой-то профессии делают открытие у меня почему-то Мария Кюри сразу почему-то пришла на ум и не помню одну девушку которая стала первым ну первой кто сейчас 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 не вспомню наверное имя как ее зовут но она вместе ну после смерти матери воспитывалась отцом и отец постоянно находился в странстве куда-то путешествовал он ездил и девочка когда пока росла она видела как раз его работу и тоже стала открывательницей новых земель это вот на заре географических открытий то есть если ну была такая склонность то конечно почему нет в ты наверное еще спрашиваешь по поводу вот правил да этикета если бы были такие правила как относились к ним где-то закрыты естественно были да и вот опять таки в художественных произведениях и в историографии можно найти разные свидетельства да и о том что о чем я только что сказала что было принято вот так например жестко там регламентировать детские игры и они регламентировали но всегда же были и опять таки повторюсь и есть будут различные модели да кто-то жестко следует чему-то и запрещает например да заниматься девочки какими-то мужскими играми а кто-то какие-то родители позволяют и может быть наигравшись в мужские игрушки девочка вырастает там настоящей все равно девочкой леди женщины или наоборот делать какие-то открытия которые раньше считались только мужскими например в химии в физике в математике да все правильно вот Полина меня добавляет спасибо большое что жизнь всего общества была да регламентирована кому-то что-то можно что-то нельзя однозначно и у детей то же самое да естественно были какие-то рамки границы раньше было больше этих рамок границ сейчас меньше больше возможностей свободы свободных каких-то вот но я лично да все правильно добавляет вы читаете в чате тоже замечание реплики вот мы совместно делаем историю изучаем историю однозначно вот но но без вот этих выходов за пределы ну я лично убеждена что не будет каких-то интересных открытий да потому что мир конечно делится на мужское и женское но нельзя сказать что мужской ум склонен к определенным занятиям да женский склонен только к каким-то занятиям определенным всегда есть как там свобода да свобода движения и так далее вот ну еще один отрывочек хочу вам прочитать давайте вернемся к детскому быту 19 веку есть очень интересная повесть которая называется бутоперченый мальчик она такая есть и фильм снятый по этой повести не очень она веселая но в ней есть описание комнаты для детских игр которая может приоткрыть нам тоже некоторую такую завесу не тайны но все-таки откроет взгляд на этот мир я зачитаю отрывочек пестрые английские раскрашенные тетради и книжки кроватки с куклами картинки комоды маленькие кухни парфоровые сервизы овечки и собачки на капушке обозначали владение девочек столы с оловянными солдатиками картонная тройка серых лошадей увешанная бубенчиками изображенными в коляску большой белый козел казак верхом барабан медная труба обозначали владение мужского пола комната эта так и называлась игральна и вот мы подошли к такому моменту помните я говорила что у старевича Алексея была отдельная игральная комната у девочек она была общей и вот такое появление вот такой игральной комнаты самой по себе оно это тоже было веянием времени такого не было до где-то конца восемнадцатого начала девятнадцатого века а в девятнадцатом уже веке становится таким обыденным явлением появление специальной комнаты детской комнаты так ее и называлось ну естественно если в доме была такая возможность да появляются там мебель для детей да оформляется эта комната иногда как общая иногда по аналогии с таким домашней утварью иногда в зависимости от вкусов детей и такие описания можно найти в разных произведениях вот буквально недавно перечитывали произведение которое называется маленькие женщины и маленькие мужчины это не одна книжка это одна за другой и там как раз да луиза мэй и там как раз в описании дана целая комната детская из чего она состояла что у девочек у девочек там появилась даже целая печечка сложенная как настоящая это американская культура американская американский автор написывает жизнь в Америке но как все очень похоже было и собственно говоря читая эту книгу я себя ловила на мысль что очень много таких знаете пересечений да с бытом и детей в Европе и детей в России и вообще в целом такой признак наверное времени есть и так в 19 век появляются целые детские комнаты которые обустраиваются в зависимости от того кто кто в них жил в зависимости от того каким большим был дом у девочек могла быть отдельная комната у мальчиков отдельная иногда это совместная иногда она была совмещена с учебной комнатой иногда классная комната ее называли иногда была разделена вот ну как правило детские комнаты помещались на верхних этажах они были не очень большими естественно но были окна собственно говоря и обустраивались они как обычные комнаты взрослые но с маленькой мебелью вот так что еще интересного я хотела вам добавить 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 так иято можно спросить да пожалуйста получается же вот маленькая мебель для детских и именно в сторону хотя бы смотреть детской одежды стали довольно поздно да то есть это даже не начало 19 века а позже то есть до этого же была просто ну как тоже как бы взрослая одежда взрослая мода но сшитая в более маленьком размере корсеты те же самые да то почему детям было неудобно играть как бы то есть не было как таковой ну как это сказать адресованности именно на ребенка получается то есть не было концентрации что вот это же ребенок ему надо что-то особенненькое ну вот под свои цели и задачи взрослый мир это будущий взрослый человек и его необходимо создать таким как надо правильно да 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 все абсолютно верно да и отсюда как раз и вот та информация да о том что детей даже вот одевали да таким образом что им было неудобно часто играть да а почему одевали то что взрослые точно так же ходили да естественно их готовили вот да просто потому что такая была одежда все была одежда да все правильно абсолютно верно да и опять таки чисто детского вот опять таки вот мы выясняли этот вопрос и конкретно касаясь его 17 века например да в соответствии с находками были были чисто детские вот детско-детские развлечения отличные от взрослых и на самом деле нет они повторяли взрослые орудия труда оружие как здесь например тоже та же сабля да та же лошадка и в археологических находках да на раскопках находят даже маленькие луки например да со стрелами они были точно такими же просто стрелы имели например не железные наконечники а деревянные да но они поражали точно так же попробуй стрельни таким луком мы тут постреляли и на самом деле да не буду показывать но на коже остается очень хороший сет даже от тетивы если она неправильно ты встаешь в стойку так что действительно дети были маленькими взрослыми игрушки были маленькими такими прообразами аналогами да из объектов взрослой жизни даже у детей кстати вот еще скажу что найдино вижу твою руку сейчас секундочку дам тебе слово были найдены даже маленькие деревянные виллы виллы которые убирали сено грабли не были найдены то что спросила что то еще может быть но виллы были найдены и найдена была даже маленькая палец называлась она шестопер вот который орудовали мальчишки да попробуй если такой подходился удар таким деревянным шестопер он был деревянный вот деревянная палка с ну палец знаете да что такое с такими острыми как сказать иглами торчащими то если придется удар такой палец тоже мало не покажется вот так что да и одежда и чем дальше такое ощущение чем дальше тем больше да она шилась по образу и подобию взрослой и игрушки и занятия напоминали ну вот из игр кстати тоже хочется сказать что многие современные игрушки которые мы сейчас которые дети играют да которые даже сейчас взрослые очень многие играют настольные игры те же самые например какие-то игры вот словесные или еще что-то они как раз вот повторяются и знаете наверное йо-йо такую штучку которая на палец надевается да и опускает опускается поднимается такая же штучка существовала например в шестнадцатом семнадцатом веке но называлась она по-другому называлась она брунчалка брунчалка ну а слово как как бы мы ее называли брунчать наверное да потому что она издавала звук такой дребезжащий какой-то вот много свистулек много вот этих вот наборов для игры в бабки это косточками когда строилась маленький маленькая фигура какая-то да и косточкой эта фигура разбивалась вот бумерангов очень много вертушки так называемые да запускающиеся только не косая такая палочка да а как крестиком квадратиком вот что еще а были найдены даже маленькие игровые игрушечные пушки дула пушки ядра в которую заряжались горохом горох в виде ядер можете представить размер такой пушки вот так что так да интересно все это узнавать естественно поднимать подготовить к жизни взрослым да вот можно подвести такой итог что игра игра и сейчас в которой которые играют да вы играете дети потому что мы сейчас для вас вещаем в том числе да игра готовила к жизни и даже игра те же жмурки например да те же догонялки да очень распространена была игра волки и овцы те же догонялки да нужно было там ловить убегать ловкость ну это развитие физических качеств конечно же и качеств необходимых для жизни и эта же игра потом была переложена кстати в настольный вариант и по моему аналог опять мы про это поговорим с вами чуть позже расскажу как раз про все эти находки аналог по моему есть и даже в наше время сравним посмотрим может быть даже поиграем но взрослые тоже играли в жмурки вполне на вечерах о чем заниматься да не было же вот и компьютерных игр ролевых таких особо не было да играли те же самые детские игры только взрослые во взрослом обществе так что мы такой тоже и вывод делали когда разбирали тему с игрушками с находками что люди они как начинают играть в детском возрасте они не перестают фактически играть да и взрослые занятия очень часто это те же самые игры вот надо просто не забывать об этом что да важно уметь играть да и уметь играть и уметь ну там ставить и достигать чего ну и проигрывать иногда и коммуницировать правда в игре очень много всего да 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 и игра вот опять таки она учит учит взаимодействию прежде всего вот поэтому это очень важно в любом возрасте и в детском и во взрослом да согласитесь что не многие взрослые умеют многие взрослые я вот так скажу не буду обобщать но претенденты есть да которые не умеют коммуницировать взаимодействовать ну собственно что говорить отсюда рождаются и конфликты не только на величинском уровне да но и государственном в том числе вот ну что мы закончили такую тему про игры давайте я завершу презентацию да Сара пожалуйста я завершила все теперь ваши вопросы ваши реплики тебе слово у меня два вопроса первое это вот насчет того когда ребенку говорят все теперь ты взрослый то есть например когда он начинает нести ответственность в каком возрасте был переход например из девочки в девушку потому что сейчас достаточно поздний возраст например 14-16 да 14-16 это еще рано ты привела пример сейчас возраст молодой да молодежь что говорить она увеличилась увеличивается каждый раз вот в России он составляет 38 лет молодежь до 38 раньше было это 25 сейчас сначала было 35 потом 38 уже тоже молодежь вот когда девочка становилась девушкой так же как и мальчик да становился мужчиной можно так сказать это был обряд такой инициации обряд взросления как раз перехода из одного состояния возрастного в другое совершался он да юношей становился все правильно спасибо тебе что ты поправила меня происходил такой обряд в разных традициях в разных народностей по-разному но вот ты сказала про возраст 14-16 раньше он был немножечко пораньше в связи с некоторыми физиологическими особенностями которые есть в эпоху взросления да что у мальчиков что у девочек начинался он где-то в 10-11 лет ну такой средний возраст в 12 лет переход из детского состояния во взрослые но это уже переход такой пубертатном да в возрасте до этого 6-7 лет еще тоже был переломный такой момент когда ребенок уже начинал заниматься а как насчет 11 лет 11 лет 11 лет 11 лет это после 10 да 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 после 10 это как раз такой переходный возраст от уже не маленький малыш да уже не ребенок но еще и не подросток вот это процесс как раз взросления фактически мне 11 да вот был есть же такое слово отрок да отрок и отроковица и допустим сейчас мы не используем а сколько мне известно обычно это с 7 до 14 где-то было такое а вот возраст который указала Сара это уже вполне жениться замуж выходить можно замуж точно где-то с 14 лет а даже раньше у некоторых да в некоторых традициях опять-таки с физиологией это связано с физиологическим развитием уже шло дело к созданию семьи действительно и юноша и девушка уже готовились создавать свою семью ну вот в 14-15 лет был такой средний возраст скажем так переходов юных да до этого действительно отрок числа где-то 8-14 лет 8-13 таким образом вот ну и некоторые извините я просто вспомнила что некоторые литературные источники ну и в целом если обращать внимание там кого считали в 19 веке за пожилых людей старик старуха там пожилая женщина со следами былой красоты на лице это была 30-летняя женщина на минуточку да поэтому о чем мы можем говорить Сара да вопрос это про то когда отменились телесные наказания детей слушай телесные наказания детей имели место быть включая до 20 века где-то они по-моему даже может быть и сохраняются но с введением вот этих деклараций прав например да с развития демократии нет ну честно точно сказать когда начало 20 века даже до середины 20 века телесные наказания ты имеешь ввиду в семье или в школе например это тоже две разные вещи или на площади в городе да или такое общее семье что еще раз семье у меня такое ощущение что не то что ощущение да до сегодняшнего дня где-то и не отменили чей-то да то есть его его нельзя сказать терминологически мне кажется что взяли и отменили да не было такого вообще ну опять-таки мы говорим о чем о традициях воспитания да наверное и опять-таки здесь ну что считалось допустимым в разные эпохи да эта эпоха есть есть такое понятие например есть такой большой-большой документ который называется домострой например вот он дополнялся со временем ну шестнадцатый семнадцатый века имел место быть и вот это вот устав семейной жизни да по домострою что держать его жестко нужно было да и детей и мужу жилу даже вот но несмотря на эти традиции опять-таки семьи же разные люди разные так же как и сейчас можно ли сейчас сказать что полностью из жизни семьи ушли физические наказания мне кажется нет правда как это не печально вот и каждую эпоху несмотря на то что где-то считалось когда-то это считалось нормальным например физическое наказание та же порка например да там в том числе и взрослых в том числе и взрослых да несмотря на то что любого члена общества да мы про это хотим подчеркнуть это непредметно так сегодня мы наказываем всех детей ну-ка выходи стройся а в целом так общество было устроено да все верно и вот двадцатый век это век же такой мы об этом тоже будем говорить век изменений не только в России опять-таки говорю в мире в целом да очень такие интенсивные изменения шли и вот сравниваем например пункции нужно вообще это Тоже были телесные наказания, правда? И царская школа – это одна система, естественно, с появлением советской школы – это другая система. В советской школе, например, телесных наказаний уже не было, да, они были отменены, официально отменены. Это мы говорим после революционного времени, после 1917 года, потому что смена парадигмы, можно так сказать, произошла. Ну, спасибо большое, Сара, за вопрос. Подводя итог, да, вот мы совместно с Полиной, да, Полина, спасибо огромное, очень приятно, когда такой диалог строится. Телесные наказания были, определенные моменты жизни в определенной эпохе, они считались нормой, естественно, не только для детей, но и для взрослых в том числе, да. Однако, все зависело и зависит, конечно же, индивидуально от людей и от семьи. Родители были, есть и будут разные. Зависит это, опять-таки, это все, знаете, такое цепочка, которая даже не цепочка, а круг взаимодействия, можно так сказать, да. Все зависит от людей, от их культурного развития, от их уровня воспитанности, если можно так сказать. Душевных качеств. Душевных качеств, все правильно. Кстати, изменения, мы сейчас уйдем даже далеко, да, изменения религиозных. Очень далеко. Очень далеко мы уйдем, да. И можно говорить здесь официально, вот про телесные наказания, можно говорить официально, они были отменены, ну, вот с появлением, наверное, вот каких-то деклараций, да, вот о правах человека сначала, да, потом ребенка, вот. Вот, в России, еще раз повторюсь, после смены государственного отстроя после 1917 года официально в школе отменили, но в жизни людей даже до сегодняшнего дня, к сожалению, это присутствует, да, телесные наказания. Тот, что это, как норма, это не должно быть до сих пор. Вот, если вот подрезюмировать вот так. А так можно вопросы-то тоже изучать, Сара, подробно, будет тоже интересно. Вот, спасибо огромное вам за внимание, спасибо за то, что вы посвящаете свое время нашим занятиям. Тогда мы договоримся о чем? Следующий сезон мы начнем с археологии? Да. Хорошо, тогда я... Давайте сделаем так, как я и обещала, вот мы с Полиной общались по поводу того, можно ли добавить, да, интересную информацию. Я буду немножечко добавлю в телеграм-канал, Полин, как ты думаешь? Да, 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 очень ждем. Так, с объяснениями, хорошо, как, что происходит, а потом мы сделаем несколько занятий по археологии тогда. С этого начнем? Это очень интересно. Очень ждем, очень ждем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пойду, да, пойду дальше. До свидания. До свидания. Вам хорошего дня, хорошего дня, хорошего августа, до встречи. Пока-пока.